МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школы, пункты общественного питания, школьные столовые, детские сады, учреждения дополнительного образования – все это в городе Хабаровске сделано сегодня по последнему слову техники и на самом высоком уровне. И результат работы уже заметен. У нас и с ЕГЭ все хорошо, и выпускники наши востребованы. И, конечно, не благодаря, а вернее, не только благодаря финансовым вливаниям. Основу системы, конечно, составляют люди – личности. Раньше дети были более покладистые, подчинялись каким-то правилам. Сейчас ребята живые, имеют свою точку зрения, отвечают на все вопросы, имеют свое мнение. Навязать им уже это невозможно. Развитие у них идет опережающее, поэтому стало работать в этом плане интереснее, но немножко труднее. Елена Филиппова, например, педагогике посвятила 31 год, а сегодня волнуется, потому что из рук мэра получает награду, грамоту и денежную премию. Что уж говорить о других восьми учителях, которые, ну только что не танцуют от радости, им вручили ключи от служебных квартир. Ой, это неописуемо просто. Ощущение, ну, счастья, радости, наверное. Ну, так не с каждыми словами. Мы счастливы. Я участвовала во многих разнообразных конкурсах, была в том числе и в Москве, выиграла грантовые конкурсы учительские, стала молодым учителем, ну, так сказать, с российского уровня, с российского. Шла долго, активно задействовала детей в разных олимпиадах, дистанционных, вот, федерального, краевого, региональных характеров. Одним словом, шла к тому, чтобы этого достичь. Ну, а в качестве традиционного подарка от мэра города с Днем Учителя в этом году хабаровских педагогов поздравил Владимир Винокур. И тут уже убегает наш слесарь Михайлович. Ну, что сказать про Михайловича. Запретить Михайловичу ругаться матом, это все равно, что футболисту ноги оторвать, сказать, забивай. Вот как наши на чемпионате. Ирина Фостовец, Анна Харульская, Дмитрий Комков. Программа «Настоящее время».